Угадай, с какой стороны укладка сделана на стайлер за 20 тысяч, а с какой стороны на стайлер за 50. В этом видео я буду сравнивать два стайлера. Это стайлер Nova Pro, на который я недавно снимала обзор и получила огромное количество вопросов, и, конечно же, Dyson. Эти стайлеры отличаются в цене практически в три раза. И сегодня я предлагаю протестировать несколько насадок, несколько вариантов укладки, которыми обладает каждый из этих стайлеров. Я помыла свои волосы, и сейчас буду начинать, конечно же, сушки. Для этого я делю волосы на две части. Первую часть мы будем сушить на стайлер Nova Pro, а вторую часть на Dyson. Конечно же, я использую термозащиту для того, чтобы защитить свои волосы от влияния температур. И у стайлера Nova Pro, и у стайлера Dyson есть насадка для сушки волос. Насадка у Dyson, конечно же, замечательная, очень удобная, ничего не могу сказать про нее плохого. Пользоваться одно удовольствие, и она сушит волосы действительно быстро, всего за 3-5 минут. Насадка фен у стайлера Nova Pro, это такая более классическая, знакомая нам насадка. И фен действительно очень быстро сушит волосы. Здесь, кстати, у нас есть защита, контроль и температура, что позволяет наши волосы сушить в более щадящем режиме. Давайте протестируем следующие насадки, которые также у этих стайлеров похожи. Это насадки для уже продолжения сушки, уже для укладки волос, для того, чтобы волосы высушить и выпрямить, придать им объем и немножко разгладить. Придать им такой блеск, лоск и красивый ухоженный вид. Мне очень нравится эта насадка, она позволяет волосы досушить, довыпрямить и придать им блеск. И такой приятный объем, в отличие от утюжка, это получается очень красивое, ровное, но в то же время не лишенное объема волоса. Для этих же целей я выбрала насадку стайлер новопро, она выглядит, конечно, очень необычно, я такого раньше не видела. Очень интересная насадка, и она подходит как для сушки волос, для придания прикорневого объема, так и для полировки длины, для разглаживания волос в таком, повторюсь, объемном состоянии, для того, чтобы придать укладке завершенный вид. Ей также очень удобно пользоваться, и эффект получается практически такой же, как и после насадки от Dyson. Это получился такой экспресс-вариант укладки для прямых волос, мне очень нравится такой вариант, но, конечно же, давайте перейдем к самому интересному, это насадки для накрутки локонов. И у Nova Pro, и у Dyson есть практически одинаковые насадки, которые можно поворачивать в разные стороны, соответственно, регулировать скорость и сторону накрутки. Давайте по традиции начнем с Dyson, я, конечно же, сейчас буду использовать дополнительный стайлинг для того, чтобы увлажнить волосы, потому что сухие волосы лучше, конечно же, не накручивать, так как они будут слишком повреждаться из-за сухого воздуха и пересушиваться, так скажем, поэтому накручиваем обязательно влажные волосы. У меня это соляной спрей, и я делю волосы на две части и начинаю их накручивать насадкой небольшого диаметра. У Dyson максимальная температура накрутки это 100 градусов, у стайлера Nova Pro это 75 градусов. Мне очень нравится насадка для локонов у Nova Pro, у нее очень классная длина, и, как мне кажется, она гораздо мощнее и гораздо быстрее накручивает локон на насадку. Я думаю, что даже на видео видно, как более эффективно и более мощно она работает. Укладка занимает действительно очень мало времени, я думаю, что это идеальный вариант для ежедневной укладки, потому что такая укладка не займет у вас больше 15 минут. Честно говоря, на повседневной основе я пользуюсь именно стайлером Nova Pro, именно потому что он, как мне кажется, работает более эффективно, более быстро, более мощно. На видео, конечно же, сложно ловить разницу, но мне кажется, что если приглядеться, то сторона, которую мы накручивали на стайлер Nova Pro, выглядит более опрятной, более гладкой. И у волос как будто бы больше блеска, чем на стороне, накрученной Dyson. Что касательно характеристик, которые я не упомянула, если сравнивать показатели шума, то стайлер Nova Pro менее шумный, чем Dyson. Этот показатель у него ниже. Конечно же, у них немножко отличается набор аксессуаров, набор насадок, но в целом для целей, которые я думаю, что все мы используем, это прямые волосы и волосы накрученные, то есть укладка локоны. Для этих целей и у Dyson, и у Nova Pro полный арсенал насадок, отличаются они только лишь ценой. Чтобы подвести какой-то итог и резюмировать этот небольшой обзор, хочу, конечно же, сказать, что Dyson это прекрасный продукт, это замечательный фен, но у нас развитие технологии не стоит на месте, и стайлер Nova Pro абсолютно ничем не хуже. В каких-то моментах он даже лучше, поэтому я думаю, что зачем платить больше, когда есть такая прекрасная альтернатива Dyson. Пишите в комментариях, какой стайлер, по вашему мнению, лучше всего справился с задачей. Большое спасибо вам за просмотр. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!